Марина и Лиля были лучшими подругами с первого класса. Причем Марина только переехала из поселка, в отличие от Лили, которая родилась и жила в городе. Девочки стояли рядом на школьной линейке. От волнения Марина выронила букет цветов. Она нагнулась, чтобы поднять его, и Лиля заметила на ее спине небольшой розовый рюкзачок с принцессой. «Тебе тоже нравится принцесса Аврора?» – спросила Лиля. Марина кивнула. Всю линейку девочки обсуждали мультфильм. Оказалось, что у них было много общего. В классе Лиля предложила сесть рядом с ней. С тех пор девочки были неразлучными. Из года в год они не меняли своих мест. Каждый в их классе знал, что последняя парта слева всегда занята Мариной и Лилей. Лиля имела большой авторитет в школе, в отличие от Марины, которая была скромной и прилежной ученицей. Но это не мешало девочкам дружить. Вскоре они окончили школу, и предстояло выбрать себе дальнейшую специальность. Марина очень любила детей, поэтому поступила в педагогический институт. А Лиля не знала, кем ей быть, поэтому она просто последовала примеру лучшей подруги. Прошли годы. Марина стала учительницей русского языка и литературы, а Лиля – учительницей начальных классов. Вскоре Марина вышла замуж и родила сына. Лиля тоже вышла замуж, только вот детей она пока не хотела. Да и с работы она ушла. Учить детей никогда не было ее призванием. Она с трудом довела свой первый и последний класс. А потом и вовсе как-то пришла Лиля в гости к Марине и ошарашила ее, заявив. Так что вот так вот, Маринка. Развожусь я с Игорем. Да покади ты мужиком кидаться. У вас же все хорошо с ним было. В том-то и дело, что было. Он совсем не хочет меня обеспечивать. Говорит, если я детей не хочу рожать, то должна работать. А я в ту школу больше не вернусь. Хватит с меня. Эти пиявки всю кровь из меня высосали. Я даже перекрестилась, когда увольнялась оттуда. Понимаешь, это ведь все-таки твоя мечта. Ты у нас любительница детей. У тебя уже вон свой детеныш подрастает. Ну, хочешь, я с Игорем переговорю, объясню ему, мол, так и так. Нет-нет, Мариночка, мы приняли решение. Развод и точка. И Лиля развелась с мужем. А через несколько дней она пригласила Марину в кафе. Девушка пришла пораньше и заказала себе чашечку кофе. В отличие от Лиля, Марине с мужем не повезло. По крайней мере, так было до рождения сына. Артем был высоким, плотного телосложения, с бледно-зелеными глазами. Днем он работал в офисе, а по вечерам подрабатывал таксистом. Так, в один из вечеров он повстречал Марину, которая поздно возвращалась с работы. У них завязался разговор, и усталость Марины бесследно исчезла. Потом Артем сказал, чтобы Марина звонила ему каждый раз, когда она будет задерживаться на работе допоздна. Через несколько таких встреч Артем пригласил Марину на свидание. Они начали встречаться, а через год отношений решили пожениться. Марина забеременела, и через 9 месяцев родился мальчик. Тогда-то и обрушилась цунами на семью Марины. Новорожденный часто плакал по ночам, что раздражало Артема. Он стал кричать на Марину и говорил, чтобы она заткнула ребенка. Его поведение стало агрессивным и грубым. Первый год дался нелегко. Помимо агрессии, Артем пристрастился к бутылке. Его подработке таксиста пришел конец. Соответственно, бюджет семьи урезался. Марине он перестал давать деньги. Спасали только декретные и государственные выплаты. Помощи Марине было ждать неоткого. Отец ушел из семьи, когда Марине было 16 лет. Дальнейшую судьбу его она не знала. Он никогда не выходил на связь и не пытался выйти сам. А мама Марины умерла два года, не дождавшись внука. Родители Артема и вовсе не хотят видеть своего сына. Они считают его непутевым. Поэтому известие о родившемся внуке ничуть их не обрадовало. Марина все тянула на своих плечах. В кафе зашла посвежевшая Лиля. Посмотрев на нее, никто бы не догадался, что эта девушка развелась пару дней назад. Рядом с ней стоял высокий и красивый брюнет в деловом костюме. «Маринка, привет! Давно ждешь? Прости, мы в пробку попали», – тараторила Лиля без остановки. «Познакомься, это Сергей. Мой новый парень и будущий муж», – сказала Лиля, хихикнув. Марина чуть ли не подавилась кофе. «Вот так подруга», – думала она. Не успела развестись, как уже нового мужчину нашла. Сергей оказался человеком при деньгах. Он работал директором в торговой компании, а познакомились они в ресторане. Лиля пришла на свидание с мужчиной, которому было за сорок лет. Но в жизни он выглядел не так, как на фотографии. Да и вообще его манеры не впечатлили Лилю, поэтому она тайком от него ушла. Тогда-то она и столкнулась в дверях с Сергеем. «Уже уходите?» – спросил он. «Убегаю с неудачного свидания. Тогда, может быть, я составлю вам удачную партию?» И Лиля, конечно же, согласилась. Ведь Сергей был моложе того старика, да и одет солидно. Она сразу поняла, что к чему. В этом вся Лиля. Своего звездного часа она не упустит никогда. А после встречи, знакомства с Сергеем, Лиля и вовсе пропала. Обещала позвать Марину на свадьбу, так вот только больше подруги не виделись. Марина звонила и писала ей смс, но Лиля больше не отвечала. «Видимо, я ей больше не нужна», – думала Марина. На этом дружеская нить была разорвана. Как-то зимним днем Марина вышла погулять с сыном. На улице было не слишком холодно. Мягкий снежок покрывал дорогу. Ребятишки, гуляющие на улице, с радостью приняли маленького Кирилла и все вместе лепили снеговика. Марина наблюдала со стороны и радовалась такому чудесному дню. Хоть здесь она могла почувствовать себя счастливой. «Марина, привет! Это была коллега по работе Юлия Игоревна. Сейчас она заменяла Марину не только как учителя, но и как классного руководителя. Ведь в прошлом году Марине впервые дали класс. Юлия Игоревна сказала, что у нее очень послушные детки, которые с нетерпением ждут возвращения любимого классного руководителя. «Только и вот беда у нас приключилась. Представляешь, Елена Ивановна по дороге на работу неудачно поскользнулась и сломала руку. Сейчас иду в больницу к ней. Да ты что? Какой кошмар! Может, с тобой сходим вместе? Я тоже ее проведаю». «Мариночка, ну что ты? Не стоит. Мы ведь все знаем в каком-то сейчас нелегком положении. Ты лучше за ребеночком смотри. Ну давай, счастливо. Рада была с тобой повидаться». На следующий день Марина вместе с сыном отправилась в местное травматологическое отделение. Она купила свежих фруктов и цветов для Елены Ивановны. Ведь эта женщина, как никто другой, понимала Марину. Она всегда приходила к ней за советами, которые не раз выручали девушку. Марина зашла в просторную палату. Из восьми коек было занято только три. Елена Ивановна расположилась около окна. «Ах, Мариночка, здравствуй! Как же я тебя давно не видела! А это твой сыночек? Ух, какой уже богатырь!» «Здравствуйте, Елена Ивановна! Вот я пришла вас навестить. Вчера Юлию Игоревну встретила, и она мне все рассказала. Хотела с ней пойти к вам, да вот не взяла с собой. Знаю, Мариночка, она мне все рассказала. Ты знаешь, а ведь я загадывала, чтобы ты ко мне пришла. И вот ты здесь». Марина и Елена Ивановна говорили обо всем. Даже затронули тему мужа Марины. Елена Ивановна сказала, что надо Марине от него уходить. Тот, кто посмел поднять руку на женщину, это не мужчина, только Елена Ивановна понимала Марину, как никто другой, потому что она сама когда-то в молодости столкнулась с таким жестоким обращением. В 25 лет она сама ушла от мужа-тирана с двумя детьми, а потом и вовсе в одиночку их воспитала. И все они живы-здоровы. Сын уехал в другой город, а дочка улетела за границу. «Мариночка, я тебе правду говорю. Переезжай ко мне. Я живу в своем доме. Мест нам хватит. Будешь помогать по дому, а я тебе с мальчиком помогу. Все равно я уже на пенсии. Уходить тебе надо от него. Подобру, поздорову». «Хорошо, Елена Ивановна, я подумаю. Нам уже пора». «Спасибо, что навестила меня». Попрощавшись, Марина хотела было уйти, но ее окликнула женщина, лежавшая на кровати около стенки. «Ой, девушка, простите, пожалуйста, не могли бы вы позвать процедурную медсестру? А то у меня капельница закончилась, а в туалет уже так охота». «Да, конечно». Выйдя из палаты, Марина не обнаружила поблизости ни одну из медсестер. «Если ищете Свету, то она отвозит на операцию больного. Там у женщины капельница закончилась». «А, тогда идите к нам в восьмую палату. Там как раз Верочка уколы всем ставит». Поблагодарив девушку, Марина пошла в восьмую палату. Она передала все медсестре и, разворачиваясь, врезалась в высокого мужчину. Его лицо показалось ей знакомым на долю секунды, но она подумала, что ошиблась. «Подожди, Марина, верно?» Девушка удивленно на него посмотрела. «Меня зовут Сергей. Помнишь? Я Лилин муж». И Сергей предложил пообщаться вне палаты. Оказывается, Лиля действительно вышла за него замуж. «Только вот жаль, что тебя не было на свадьбе. Так меня туда и не звали. Да и вообще мы с той встречей больше не общались. Я подумала, что, может быть, ты против нашего общения с Лилей». «Я? Да ты что? Наоборот, ты мне понравилась. А Лиля мне сказала, что ты занята, что у тебя ребенок, да и вообще тебе некогда с ней видеться». Сейчас Лиля живет себе припеваючи. Она ходит по дорогим магазинам, покупает себе постоянно ненужные вещи, которые потом выбрасывает в мусорное ведро. А к мужу ни разу не пришла, который повредил ногу. Единственное, что приходило к Сергею, так это счета из банка, что с его карты была списана очередная сумма денег. «А ты как здесь оказалась?» – навещала свою коллегу по работе. Она тоже неудачно поскользнулась. Рад был пообщаться. С того момента прошел год. Марина каждый день навещала Сергея, помогала ему с переодеванием и приносила домашнюю еду. А с Артемом Марина развелась и переехала жить к Елене Ивановне. Женщина ушла с работы и стала помогать с Кириллом. А Марина смогла вернуться на работу. Ведь как-никак зарплата была все-таки больше, чем декретные. И вот одним зимним днем она повстречала свою некогда лучшую подругу. Лиля стояла в норковой шубе, куря сигарету. Под глазами виднелась растекшаяся тушь. «Так вот, значит, кому он ушел?» «О чем ты?» «Я думала, ты мне подруга. А ты у меня мужика увела. Стерва». Лиля хотела врезать оплеуху Марине, но крепкая рука остановила ее. Это был Сергей. «Прекрати немедленно. Ты сама виновата, что я подал на развод». Сергей тоже ушел от Лили. Он больше не мог терпеть того, что его жена только и делала, что тратила все деньги. Он взял Марину под руку и проводил до своей машины. «Ты извини, что так вышло. Давай я тебя до дома довезу». «Знаешь, а ведь Кирилл тебя запомнил. Когда тебя выписали, он каждый день спрашивал, а когда мы пойдем к Сереже? Может быть, ты зайдешь на чай? Он обрадуется, увидев тебя». Так и получилось. Сергей зашел на чай и не пожалел. Сергей сделал предложение Марине, и они сыграли свадьбу. «Знаешь, а ведь я каждый раз думал, ну почему я тогда тебе сразу не сказал, что ты мне понравилась? Мы бы уже давным-давно сыграли свадьбу». «Значит, нам надо было через это пройти», – мягко сказала Марина и поцеловала своего нового мужа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова